Каким образом происходила сегодня операция, спецоперация, которая давно, между прочим, готовилась? Для неподготовленного человека, кажется, вот случилась авария, тут решительный тигр топнул ногой, решительный тигр пришел, навел порядок, вел своего человека от государства и отобрал у инвестора. Вот, звучит так, брутально и так далее. Ну, давайте посмотрим, насколько это реально и законно сначала. Вот, смотрите, вот я ориентируюсь на данные, которые публично озвучили наши СМИ. Итак, сообщает, что авария произошла около 8 утра. Ну, кто-то говорит, что более ранний период, ну, вот я ориентируюсь на официальные данные. Дальше, в 9 утра, через час, через час, в Тенгри Ньюс выходит первая публикация о взрыве. Тенгри Ньюс это аккаунт или издание, которое контролирует власть. Вы все, надеюсь, понимаете это. Уже в 10 утра, через час после первой публикации, Тенгри Ньюс публикует новость о поручении Токаева прекратить сотрудничество с Арселор Миттл Тимиртау. Через час. То есть, за этот час должно было быть подготовлено это заявление Токаева. Вы понимаете, он же не может проснуться, он тут все суфлера читает. Он же не может проснуться, сказать, я поручаю там отобрать. Это специальная группа работает, которая понимает, о чем идет речь. Находит юридические формулировки, текст. Потом, когда его написали, на него нужно поработать минимум час. Потом нужно отправить его в Тенгри Ньюс, дать им поручение, чтобы они публиковали. Понимаете, за час такие вещи не делаются. Ну и вот в 10 утра за час уже заявляется о поручении Токаева прекратить сотрудничество. Хочу сказать, что между правительством и предприятием нет никакого сотрудничества. Никаких соглашений о сотрудничестве нет. Вот, например, вы имеете квартиру, утром просыпаетесь и вам Токаев заявляет. Ваши квартиры мы не будем иметь никакого сотрудничества. Правительство Казахстана не отказывает сотрудничать с вашей квартирой. Это то же самое, потому что это вот как квартира, это собственность. Формально Арселор Миттл юридическое лицо. И Токаев, как представитель государства к этому никакого отношения не имеет, кроме как налогоплательщика получает налоги, следит за экологией через различные структуры, государственный энергоназор, экологический назор и так далее. И все. То есть он непонятно, как это может поручить прекратить сотрудничество. Нет никакого сотрудничества. Государство продало в девяносто пятом году формально это предприятие, имущество продало, не предприятие, имущество. Выдало акт собственности и все. Но это с тех пор произошло уже 28 лет. И когда Токаев заявляет, что даю поручение прекратить сотрудничество, это ни о чем. Это сразу, что называется, бери иск в Лондоне, арестовывай все активы Казахстана. Через минуту это выйдет такое решение суда. Дальше. Итак, в 9 утра Тенге Ньюс заявляет о том, что произошел взрыв. В 10 утра уже звучит о поручении Токаева прекратить сотрудничество, которое юридически не имеет никакого смысла, закона, вообще ничего нет, которое могло бы позволить Токаеву выпустить такое поручение. Теперь в 11 часов, через 2 часа, правительство заявляет о завершении оформления сделок по передаче Арселор Миттл в пользу Казахстана. За 2 часа. Ну, теперь давайте мы порассуждаем. Как это вообще возможно, за 2 часа все это сделать? В выходной день проснулся. Тут ему проснулся от звонка. Вот. Ну, вы знаете, Токаев же спортом не занимается. Ну, не видно, что человек там рано утром встает, бегает, занимается спортом, что называется, такой бодрячок. Это не так. Вот в 8 часов утра его разбудили, сообщили, и он за час сумел собраться, умыться, принять душ и тому подобное, быстро одеться, и уже за короткое время, к 9 часам, приехать в Ахарду на совещание. Ну, вы понимаете, что за час это очень сложно, нереально почти сделать. Хорошо. Теперь он приезжает в Ахарду и поручает провести совещание. Ну, люди ведь тоже должны доехать, министры, там все прочее, до Харды. Они должны получить предварительную информацию, о чем будет речь. Они должны дать соответствующие поручения своим службам. Те должны дать им информационную справку. Ну, допустим, все это было готово, стремительно было готово. В 10 часов утра начинается совещание. И ему докладывают о аварии, причинах и так далее. Ну, во-первых, докладывать-то некому, потому что после аварии только через несколько часов было поручено следственным органам создать комиссию, провести расследование и так далее. Итоги его расследования еще уйдет, наверное, минимум неделя, а может и два. Почему эта авария произошла? Диверсия или не диверсия и так далее. Но, несмотря на это, уже в 10 часов начинается совещание. И в 11 часов уже делается заявление о прекращении сделки не просто делается, она уже публикуется. То есть, никакого совещания такого, чтобы там за час службы могли доложить, не могло быть и не было, как вы понимаете. Вот. И в 11 часов сообщается, что вот разрываются инвестиционные договора, которых нет на самом деле, с Арселуэром Миттал. Теперь дальше смотрите. В 11 часов это сообщается. Знаете, что разница по времени между Астаной и Лондоном, там, где проживает Миттал, 5 часов. То есть, он должен был, когда авария случилась, допустим, это в 8 утра, то есть в 3 утра вдруг должен был проснуться, кто-то должен был Миттала достать. Ну, как вы понимаете, это миллиардер, он давно живет свободной жизнью, не напрягается, с утра до вечера там у станка не стоит. И это что-то, кто-то должен умудриться до него дозвониться и сообщить. И промежутки, это 3-4 утра у него, еще ему, он должен провести переговор и сказать, что да, Касамжамар, я сдаюсь, отдаю тебе это предприятие. Ну, вы понимаете, за 2 часа такие вещи не делаются, такого рода сделки обсуждается минимум полгода. А правительство уже в 1 часов объявляет о разрыве сделки и что якобы этот актив переходит в собственность государства. Но не говорит за сколько. То есть, получается, за 2 часа, когда еще все-все-все по кругу делается, объявляется, выходит печать, люди пишут бумаги, проводят совещания и так далее. Это нереально. Вот вы что понимали, как хронологи работают. Теперь, в 12 часов дня, это он в 11 часов делает заявление, а в 12 часов уже вылетает в Караганду. Друзья, вы знаете, самолет это не машина, он это не сел и не завел, не поехал. Он должен заранее знать, во сколько вылетает. Должны выстроить летный маршрут. Затем самолет должны вытащить из ангара, разогреть его. Должны летчики, в конце концов, добраться до этого самолета. То есть, вы понимаете, это целая система, чтобы самолет подготовить к отлету. Не говоря уже техники безопасности. Там изучает, есть ли какие-то риски по безопасности, комитет на цена безопасности и так далее, служба охраны президента. Ну, хорошо, мы это отбросили. То есть, в 11 часов, он должен был с 11 часов дня, с Ахарды доехать до аэропорта и быстренько взлететь. Ну, там, чтобы доехать до аэропорта, сесть в самолет, нужно минимум полчаса. И получается, что он уже в 12 часов оказался в Караганде. В 12 часов, точнее говоря, вылетает в Караганду. В 11 часов он еще находится в Ахарде, совещания какие-то. А в 12 уже вылетает и доехал, и самолет успели подготовить, и улетел, и прилетает в Караганду. А в Караганде, как вы понимаете, его должны встречать специально бронированные машины на месте. Это не так, чтобы он сел там, прилетел и поймал на улице такси, или сел в машину Акима. У них процедура, порядок, когда президент страны ездит только в специальных машинах, бронированных. Место прилета заранее просматривает спецслужбы, службы охраны президента, готовит встречу и так далее. Тоже на это время уходит. А тут за один час и доехал до аэропорта, и долетел от Астаны до Караганды, 200 километров. Самолет быстро долетает, но он должен взлететь, подняться, потом сесть и тому подобное. Он будет лететь туда минимум 30-40 минут, просто в воздухе. Вот понимаете, да, и он успел за какие-то несколько часов столько дел сделать. Конечно, кто-то скажет, какой он шустрый, быстрый. Там кто-то комментательно написали, вот видите, были аварии, он заранее подготовил маршрут. Ну, то есть, а люди, когда эту фразу говорят, они даже головой не думают, что подготовил. Он знал время аварии, знал, когда выдвинуться, летчики были готовы, все было готово, чтобы он за два часа фактически все эти действия сделал. Заранее были написаны бумаги, заранее подготовили Tengri News и другие издания. То есть, это лишний раз подтверждает, все было сделано заранее. Ну, и вот я вам привожу пример. Дальше, чтобы вы понимали, чтобы Миттл отдал предприятие, вот так, что называется по телефону, среди ночи, не бывает. Вот представьте, у него состояние более 30 миллиардов долларов. Акции этого предприятия котируются в мире. И если какая-то нехорошая новость вокруг одного из предприятий, которые входят в группу Арселор Миттл, то акции падают на 3%, 2%. А если там аварии, а если он актив стоимостью свыше 6 миллиардов долларов, из его состояния больше, чем 30 миллиардов, он берет этот кусок, отдает безвозмездно. Ну, вы понимаете, там будет обвал, он под эти активы брал кредиты в банках, скупал другие активы, у него много сделок, и банки оценивают его бизнес, исходя с того, что он имеет. А тут он получается раз и бесплатно передал, да? Ну, неизвестно за сколько, или бесплатно, или как, но он передал, типа правительство наше заявляет. Это приведет к обвалу акций, его арестуют Миттл, потому что он не может такие вещи делать, это публичная компания. Любое такое несанкционированное действие, не согласовав с миноритарными, с мелкими акционерами, которое приведет к потерям их денег, это автоматически тюрьма. Поэтому вы понимаете, что вот якобы Миттл в тот момент все быстро отдал, это не работает. Это очень, скажем, длительные сделки, при том без негативных последствий и так далее. А здесь раз и все, вот Миттл плохой, самое плохое предприятие, инвестор, который когда-либо был в Казахстане, как заявил Токаев. А до этого всегда был прекрасный, Назарбаев его расхваливал, а тот шаг, он стал плохой. Понимаете? 30 лет он был хороший, 28 лет там, и вот сейчас он стал плохой.